С редакцией русского вещания связалась группа украинских предпринимателей. У них открыты счета в латвийском Ретуму банка. Украинцы озабочены тем, что не могут воспользоваться своими деньгами. Все подробности у Даниила Смирнова. Создал для нее счет, открыл в банке и стал получать на этот счет средства, доходы от нового продукта. Арсен Ляпин говорит, что он представляет компанию «Гломар Лимитед». Поскольку у него легальный бизнес, то он не скрывает своего лица. У него открыт счет в латвийском Ретуму банка, который для него недоступен почти три месяца. Банк 19 марта внезапно для меня сказал, что прекращает обслуживание моей компании. Просит предоставить еще раз максимальный пакет информации в отношении меня и моей компании. И сообщает о том, что я до окончания проверки не смогу пользоваться своими средствами своей компании. Арсен Ляпин, как и другие предприниматели, не могут получить ответ на вопрос, а сколько же продлится проверка. Хотя я не могу проводить ни одного платежа, при этом банк списывает в свою пользу, удерживает с моего счета 1000 евро в месяц за обслуживание компании. С подобными историями к нам обратились сразу несколько предпринимателей. Правда, на камеру говорить боятся. По договору с банком они не могут выступать против него публично. Ранее Риетому банка заблокировал счета 4000 компаний, заподозрив их в том, что это фирмы-пустышки, которые занимаются отмыванием денег. Из Риетому банка вместо ответа нам прислали ссылки на их пресс-релизы, где министр финансов Латвии Данна Рейзнице Озела вместе с представителем Минфина США Маршалом Биллингслей положительно оценивают усилия банка в борьбе с отмыванием денег. В Латвийской ассоциации банков есть должность омбудсмена, человека, который защищает права клиентов банка. Но Риетому банка из ассоциации вышел, поэтому и жалобы на банк, а они действительно поступают, не комментируют. При этом ассоциация дает рекомендации, к каким юристам в Латвии клиенты банка могут обратиться. В комиссии рынка финансов и капитала ответили, что все недовольные клиенты могут обращаться к ним. Комиссия может оказать содействие легально работающим компаниям. Тем временем Арсен Ляпин нашел в Латвии юриста и намерен отстаивать свои интересы в суде. Также он собирается написать жалобу в комиссию рынка финансов и капитала. Мои деньги заработаны честно, с большими усилиями. Я готов с ними бороться. Даниил Смирнов, Игорь Стац, Латвийское телевидение.